В Великобритании тестируют новое дорожное покрытие, в состав которого входит переработанный пластик. Сразу трёх зайцев ребята планируют убить, это дешевле, это должно быть долговечнее, но и от мусора заодно данное ноу-хау поможет избавиться. Пластик, как известно, такая гадость, которая в принципе не разлагается, планету лишь захламляет. Шотландцы вот придумали, как решить проблему, да ещё и пользу из неё извлечь. В России, впрочем, по-прежнему уверены, что самые лучшие дороги получаются, если асфальт в лужу складывать. В прошлом году, кстати, наши законодатели разрешили дорожникам и в дождь работать, ну а с мусором чё делать? Вот дураки эти британцы, честно слово, под шиес вывезли или в Сыктывкар, и вся недолга, всему их учить надо, а? Если бы наши Костюк и Чайка такой ерундой занимались, до сих пор бы по одному автомобилю имели. Да на дачу в Подмосковье ездили, а не на Лазурный берег какой-нибудь. Вот потому эти там и загнивают. Ну а мы начинаем. Россия. Роснефть получила очередные налоговые льготы на 500 миллиардов рублей. Они там какое-то новое месторождение разрабатывают, якобы заболоченное. Поэтому вложиться придётся чуть серьёзнее, чем планировали в связи с этим обстоятельством. Пришёл Сечен к Медведеву и сказал, ну ты мне тогда по налогам бонус организуешь, что ли? Бонус данный, повторюсь, составил полтриллиона. Понимаю, кто-то сейчас скажет, ну и зачем ты мне всем этим голову забиваешь? Я тут при чём? Акции Роснефти у меня всё равно нет, рассказываю. А помните, год назад правительство российское для нас с вами НДС увеличивало с 18 до 20 процентов? Объясняли нам это тогда так, что мера, мол, вынужденная в бюджете, дыры латать как-то надо. А решение по увеличению ставки налога на добавленную стоимость пополнит казну аж на 520 ярдов. То есть, ну давайте отнесёмся с пониманием, зато деньги дополнительные появятся, полтриллиона, не баран чихнул. Что мы видим сегодня? А сегодня те же самые полтриллиона прощают Сечину. Иными словами, мы в очередной раз помогли не похудеть дядьке Толстосуму, не государству, а конкретному господину. Мы снова заплатили за то, чтобы папики продолжали икру трескать. Средства от повышения направят на финансирование национальных целей и стратегических задач развития России. Речь идёт о реализации майского указа президента. Правительство определило приоритеты, на что это будет тратиться. В первую очередь, это на инфраструктуру. А вот и конкретный пример. Пожалуйста, сторонники стабильности любят орать, где пруф и вот. Данный сюжет вышел в эфир национального телеканала «Россия-1» 14 июня 2018 года. Сами слышали, что вам тогда обещали? Ах, мы эти деньги потратим на развитие инфраструктуры. Видимо, кубышка Сечина инфраструктурой в тех кругах называется. Кинули нас, господа, как лохов кинули. В очередной раз чинуши попались на откровенном вранье. Впрочем, кому до этого есть дело? Ну вот ладно, я докопался. Ещё кто-то может быть из моих коллег. Вот вы посмотрите сейчас и узнаете об этом обмане. А большинство-то наших соотечественников, что к ящику навечно прикованы. На том и стоит. Нынешняя власть последние 20 лет. Лет в мозг наивному Ване помочились. Ваня счастлив. Правила секты. Верь, молись, люби. Всё. Остальное тебе просто не нужно. Это реальная журналистика. Захотел 100 рублей, поимей 100 друзей. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. А про китайцев новую историю слышали? О, и я вам сейчас расскажу. Мы же тут с братским китайским народом очередной удивительный контракт заключили. Я, если честно, долго пытался понять, в чём там выгода нашей стороны. Так и не понял. Короче. Крупный агрохолдинг из Поднебесной. Название всё равно не смогу выговорить. Вы на эти найдёте. Получит в Приморье 50 тысяч гектаров земли. На этих гектарах наши друзья планируют выращивать рис, кукурузу, соевые бобы для себя. В смысле, выращенная продукция будет поставляться напрямую в Китай. И ещё в Приморье построят завод по переработке сои. И тоже не про нашу честь. Туда же за бугор всё пойдёт. Вы, да, про рабочие места сейчас спросили. Нет, работать там будут исключительно граждане КНР. А что же нам? И вот это правильный вопрос. А нам ничего. Хотя, ну, может быть, открытку поздравительную их лидер нашему по случаю Дня Благодарения пришлёт как-нибудь. На этом, видимо, всё. Лидеры встречаются у государственных флагов. Приветствуют друг друга рукопожатием. Звучат государственные гимны двух стран. Согласен. Кто-то мне сейчас может возразить, ну, что уж ты прям такую мрачную картину рисуешь. Есть же ещё российские железные дороги, порт Владивостока и так далее. Как-то же должны китайцы ту сельхозпродукцию к себе вывозить. Вот он и наш интерес, пожалуйста. Только я вас и тут расстрою. Господа, давайте возьмём РЖД. Структура хоть и государственная, но долгов у неё столько, в том числе перед иностранцами, что нам с вами там в принципе ничего не светит. Это вообще нормальная практика на крупных, особенно на государственных предприятиях, нахлопать долгов на бумаге и гуляй, Вася. Денег нет, но вы держитесь. А вот и пример свежий подвезли. По соглашению с правительством РФ железнодорожники обязаны 50% от своей прибыли отдавать в казну. По итогам прошлого года, например, доля эта составила чуть более 18 миллиардов. Однако платить, пояснили, в корпорации нечем. Предложили погасить задолженность подвижным составом. Рассказывать дальше, как оно будет выглядеть в реале. Или сами догадаетесь, правильно, ржавыми вагонами рассчитаются, которые даже на переплавку не сгодятся. И привет, о чём можно говорить в данном случае? О каком интересе страны от договора с Китаем? С портом Владивостока вообще ничего не понятно. Основные его собственники, Магомедовы, находятся под следствием больше года. Сегодня стали известны новые детали одного из крупнейших за последние годы коррупционных дел. В камерах-одиночках под арестом прямо сейчас находятся предприниматели, братья Магомедовы. Их подозревают в хищении более двух миллиардов бюджетных рублей. Собственники поскромнее, в основном иностранцы, так что с данного порта нам с вами тоже вряд ли что-то светит. А посему, ну, ребят, считайте, что наши власти просто так дали китайским братьям подзаработать на нашей земле в качестве жеста доброй воли. Впрочем, на какой нашей? Если учесть, что договор аренды планируют заключить на 49 лет, мне что-то подсказывает, что подарили мы землю-то восточному соседу вот так вот без боя сдали и бесплатно. Зато Крым наш. Крым наш. Раз побывал с рабочим визитом во Франции, чё он там всё время делает, непонятно. Какие могут быть общие интересы у края, где плавят металл и делают танки с законодателями мировой моды, одному богу известно. Но глава региона с упорством идиота туда катается. В ноябре же Евгений Владимирович ещё и в Нью-Йорк до кучи завернул. Но давайте к цифрам. Восемь дней в общей сложности длилась та командировка, а вот теперь барабанная дробь. Налогоплательщикам оно обошлось в восемь с половиной миллионов рублей. Вот эта смета. Перелёт 900 тысяч. Биллион почти. Ну ладно, там летела целая делегация. Хотя, почему бизнес-классом? Все. В делегацию также входили секретарша, журналист из местной газеты, тираж которой аж 20 тысяч экземпляров. Им тоже, да, без бизнес-класса никак. Дальше. 70 тысяч обслуживания в VIP-залях в аэропорту Шарль-де-Голь. 70 штук за то, чтобы просто потусить 20 минут в зальчике, где раздают бесплатные газеты и наливают кровь. Проживание в гостинице давайте пропустим. Вот это добило просто услуги переводчика. 450 и 300 тысяч. Итого 750 тыр переводчику. За восемь дней работы они издеваются там что ли. Даже по лживому Росстату, который брешет, что средняя зарплата по стране сегодня составляет 47 тысяч рублей. Это зарплата за полтора года. А Куйвышев за восемь дней такие бабки спустил на переводчика. Вот как это хамство надоело, а? Все, дальше не хочу продолжать съездить в никуда. Низачем. И похоронить на этом восемь с половиной миллионов бюджетных рублей долг Свердловской области почти 200 миллиардов. А мы вот так вот деньги тратим. Это свинство, по-моему. И предательство. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Подписывайтесь на канал в Ютьюбе, в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. А вы меня снимете в своем клипе? Нет. Почему? С маленькой сиськой. А вы меня снимете в своем клипе? Пока. 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 Продолжение следует...